Шумит по выходным дням в Москве рижский вещевой рынок. Хорошо и модно одеваться сегодня хотят все. И несмотря на то, что цены явно кусаются, народа здесь всегда много. А вы хотите купить это пальто? Да. А сколько это? 180. А вы считаете дешевое? Вам нравится? Мне нравится. Вы считаете, что она модная? Ну как сказать, я не считаю, что она модная, но... А почему такой век в магазине нет? А потому что ее нет. А вы можете купить? Да купите мне. И сколько вы сегодня продали таких культовых пальто? Ну как? Пальто 6 штук, куртки 2. То есть хорошо ее? Конечно. Но промышленность могла бы выпускать такие вещи? Обязательно, если захотела бы. А почему она не выпускает? Ну не хотят. А почему не хотят? Много нужно усилий приложить. У меня муж работал на фабрике, индивидуально пошивать. А почему он оттуда перешел? Ну потому что там не оплачиваемый труд. Там платили 40-150 рублей в месяц. А здесь можно это самое большее заработать. Платили бы хорошо в ателье, мы там работали бы. Нет, вам нравится такое? Нравится. А чем она вам нравится? Во-первых, фасун очень красивый. Вы считаете, это модная современная вещь? Я считаю, да. А сколько она стоит? 160 рублей. А она, считаете, стоит? Стоит. Стоит. Да, в магазине. Во-первых, дешевле не купишь. Так же и будет 160 рублей. Но красивее, по-моему, не найдешь. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Почему подобную одежду редко встретишь в магазинах? Спросили мы заместителя директора Общесоюзного дома моделей Светлану Алексеевну Мильникову. В условиях такого рынка, когда не хватает самых обычных товаров, внедрение моды, освоение особой моды, становится очень проблематичным. Нет экономических предпосылок к тому, чтобы на первый план ставить освоение модных изделий. В отличие от многих других швейных предприятий, производственное объединение «Салют» выпускает действительно хорошую и модную одежду. Но стоит она очень дорого. Чтобы купить изделия собственного предприятия, швее, как и любому рядовому покупателю, не хватит зарплаты. Заработки в объединении значительно ниже, чем в кооперативах. Вот что об этом говорит начальник производственного отдела Владимир Анатольевич Денисов. Низкая, конечно, зарплата по сравнению с кооператорами. У нас очень большие отчисления идут в госбюджет, и мы оставляем себе небольшой процент прибыли, где-то порядка 10%. Кооператоры же имеют возможность, в соответствии с законом о кооперативах, имеют право, в первый год у них отчисления идут прибыли до 3%, во второй год идут до 5%, и начиная с третьего года 10% только. А у вас 90%. У нас 90%. Вы просто нужны, чтобы государство снизило вам налог. Да, конечно, хотя бы на уровне 50%. Зарплату повысить в два раза можно тогда. Высокие заработки привлекут тогда обратно к нам рабочих. Они, по крайней мере, можете не будут приходить новые, потому что людей могут... Ну, не будут, по крайней мере, уходить. Как сделать, чтобы цены не расходились с реальной заработной платой? Чтобы во время перестройки экономики мы не забыли о главном, о нуждах и заботах простого человека. КОНЕЦ